Всем привет, с вами Николай Ордоктор Лекуэйдер и Серёга Пикник ЦСКА. Привет всем. Николай Ордоктор Лекуэйдер, я думаю мы продолжим Ace Saturn Investigation с Майл Сэджуар. Собственно, я остановился на втором деле, где в самолёте убили какого-то парня. Ой, опять этот звук. И... Так, немного по-моему телевизор попал, потому что... Извиняюсь, это у меня немножко зафонило. В общем, и он взялся вести расследование, в частности ещё и потому, что его самого начали подозревать, просто потому что его, ну, увидели там в лифте с жертвой. Хотя на самом деле это, конечно, смешно. Так, что у нас там в органайзере? Наш значок прокурора. Кошелёк жертвы. Записы о месте преступления и какой-то журнал. Так. Ребята, кто там в чате, давайте поактивнее, соединяйтесь к общению, к разговорам. Сейчас у тебя какой-то шум идёт. Сейчас подожди и попробую вот так вот делать. Так вот лучше нет? Так, ну вроде стало потише. Я поставил усиление небольшое на микрофон. Ну да. С усилением надо поаккуратнее быть, оно очень подлое иногда берёт и само там что-то даёт какие-то суммы. Ладно. Извините, но могу я с вами поговорить? Эй, вы. Зевок. А ты вот когда Поль переводишь, вот так вот много текста, ты какие-то пометки делаешь себе там, слова какие-то знакомые. Ну иногда бывает, да. Что за... Эй, проснитесь. Мне очень жаль, что она такая грубая, мисс Реджвард. Не нужно извиняться. Мне просто трудно поверить, что она спит на работе. Да, мне ещё трудно поверить, что она ухитряется спать стоя. Но с другой стороны с такой работой это, наверное, не трудно. Вообще, конечно, это очень необычно, что... Ну или для нас необычно. Или для меня необычно, что самолёт такой большой, что они могут спокойно ходить и тут даже есть несколько этажей. Хотя, наверное, в любом самолёте они есть. Хотя нет. Ну ладно. Если бы я был её боссом, я бы убедился, что её жалование снизят до минимума. Так. Эм... что преступник сбежал через него. Сто процентное. Ой. Дайте мне закончить мою мысль. Я имел в виду, что он стопроцентно этого не делал. Когда есть ещё ответ, он расследует в самолёте, да? Ну да. Там в лифте он, короче говоря, нашёл труп. Когда он... Он, по-моему, терял сознание, потом очнулся, зашёл в лифт, думал, ну ничего ж там такого не может быть, и бац, там труп. Время труболемности. Так. Могу я воспользоваться... Вот. Отлично. Экзамен. Ну, в ТПС-5. Дабы скрыть место... Нет, как это я... Перев... Нет. Изолировать место преступления я боюсь... Лифт недоступен. Чтобы спуститься на первый этаж, мы должны воспользоваться лестницей. Ну да, я говорю, там произошло убийство, и, короче, стюардесса его заметила на этом месте, и она типа начала орать, что он убийца, он её убедил, что нет, но тем не менее всё равно он остался как будто под подозрением. 12 марта, 7-26 утра. Рейс Ай-390, первый этаж. Я чувствую контакт, по-моему. Да, да. Так, что там в чате, кстати. В чате, ну вот Хорус написал, что они пока никто не родил. А, ну ладно. Ну не надо этим работать, да? Глухо, тихо. Все молчат, следят. Да. А Антохи нету, он такой самый активный, наверное. Ну да. Не, ну я ему написал в скайп, но он с вами пока так. И когда зайдёт, увидит. Я хочу поблагодарить вас за помощь, мисс Тенейра. Блин, мне продолжает казаться, что Тенейра это, по-моему, название какой-то тропической лихорадки. О, ничего такого. Вы должны поблагодарить капитана, что он позволил вам это сделать. И просто, чтобы между нами не осталось неясностей. Я всё ещё не доверяю вам. Не хочу, чтобы вы думали, что моё отношение к вам хоть сколько-то изменилось. Я вижу. Я буду держать это в уме. Я получил приказ от капитана ранее. Он хочет, чтобы вы знали. Мы сохраняем право прервать ваше расследование, если мы почувствуем, что вы не добиваетесь прогресса. Вот, кстати, мне только сейчас пришло уведомление, что у меня на канале началась трансляция. Ну нет, у меня, в принципе, практически сразу выскочил. Ну да же. Ну, у кого как, в общем. Андрей тоже говорил, что к нему они как-то запоздало прилетают. Так, и когда мы это сделаем, он просил вас, пожалуйста, вернуться на ваше сидение в этот раз. Здесь моё время истекает по его и... Так, сейчас, секунду. Discretion. А, это как? Your discretion's advice. Так, discretion. Допущение, наверное. А, да. Значит, моё время истекает по усмотрению его и его команды, не так ли? Мне нужно найти способ развенчать показания мистера Лабланка, пока время не истечёт. Я понимаю. Кстати говоря... Есть какое-то место на борту, где, по-вашему, может прятаться убийца? Я так не думаю. Допустим. После того, как пересчитали всех пассажиров первого класса на их сидениях, мы обыскали самолёт. Что касается бизнеса и эконом-класса, никто не может перемещаться между ними, между этими двумя классами и первым классом без ключ-карточки персонала. И у нас нет записи о том, что она была использована. То есть у меня на руках первоклассные убийцы. Да, сейчас именно время для такого каламбура. По крайней мере, это я знаю наверняка. И ещё одно. Никого не допускают на место преступления после того, как было обнаружено тело. Так, начинаем расследование. Ну что ж, давайте начнём. Но с чего нам начать? Хм... Давайте начнём с заявления мистера Лобланка. Преступление произошло между 6 и 6.15 утра. Во время этого интервала единственный, кто сюда спускался, был я. Это делает меня главным подозреваемым. Тем не менее, учитывая, что я не убивал мистера Хиггса, это означает, что убийца... ...где-то рядом. Если мы поверим, что то, что вы говорите, правда, тогда да. Хм... Значит, в первую очередь нужно собрать информацию, чтобы добиться вашего доверия. Так, что тут у нас? Здесь разлили грибфрутовый сок перед лифтом. Наверное, это произошло во время турбуленции. ... Ой, мы должны это почистить или кого-нибудь ранит. Аха! Что такое, мистер Эдвард? Я нашёл очень важную улику. Какая же это важная улика? Так... Ну... Бутылка, нет? Бутылка, нет? Я уверен, что там... Блин, ладно. Значит, не она. О, нет, следы, следы! Что такое? Они немножко нечёткие, но я думаю, мы оба можем согласиться, что это следы. Осталось... Остались... Остались какие-то следы... ... ... ... ... transcript. Так вы думаете? ... Да. Они принадлежат. Убийцам. Тогда, наверное, мы должны проверить размеры туфель? У всех в первом классе Я не думаю, что нам это поможет К сожалению Следы слишком не четкие Так что будет довольно трудно Произвести сравнение О, я вижу Что это за статуя? Это два Карла Маркса Хотя нет, Карл Маркс не был высун Развитый грейпфрутовый сок Возле моих ног К сожалению Он был испорчен Отвратным А, к сожалению Его очаровательный аромат был испорчен Отвратным запахом С места преступления Этот аромат в воздухе Такой же точно запах у моих Тауэлс У моих полотенец После того, как я их пропускаю через сушилку Так Тауэлс Угу 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 Я такого от вас Я не мог такого от вас ожидать Наверное, у всех есть что-то неприятное Угу 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 Айфлая Ладно, айфлая значит и ставит вариант Ну вот и узнали, что это за статуя То, что слева Соответствует его внешности в 40 лет А так, что другая соответствует его внешности в 80 ... этот мужчина вообще постарел за четыре десятилетия может быть не следует больше ну да может быть не стоит больше прищуриваться по крайней мере google предлагает так перевести так ладно а бутылка бутылка это всегда интересно а нет не бутылка окна через иллюминаторы видно небо но там облака так что они ни о чем не не говорят я вообще-то хотел чтобы ты на барную стойку посмотрел но окей иллюминаторы так иллюминаторы мистер эджвард вы говорите так как будто разговариваете с облаками разве тогда скажите мне что по-вашему я им сказал я не знаю но это звучит как очень то есть это выглядит как очень странный монолог облака они ничего мне не сказали блин облака и короче это скрывают информацию надо их повесткой вызвать в суд чтобы они больше не смели так себя вести так ладно понятно опять облака белогривые лошадки так тут еще какая-то кнопка появлялась вроде нет а ну да так ладно лоджик мне наверное еще рано применять я пока не собрал достаточно информации по моему но сохранится не повредит вам нужна помощь разрешение капитана что нибудь заметили вы что-нибудь заметили мне интересно чьи же следы возле лица я бы сказал убийцы не так ли даже если нет я уверен это важная улика в данном деле о может быть есть другие важные улики в этом месте блин у нее такой странный нервный сихто вроде бы и мило выглядит как она улыбается но в то же время как она горчит его это частью своего лица это очень неоднозначный персонаж как мистер эйзвард давайте найдем их вместе совет на будущее никто не любит посетителей славы так что перестаньте воровать моих моих славу мои слова да так разрешение капитана я бы хотел попросить вас спросить вас о расследовании в гостиной не серьезно что ли в японии такие большие самолеты что целый бар помещаются интересно пока у вас есть разрешение капитана я не могу вас остановить от осматривания окрестностей если можете передать сообщение скажите ему что я благодарен за его сотрудничество я скажу тем не менее пожалуйста поймите что вы все еще под подозрением честно говоря я все еще вас сомневаюсь конечно и я на это не обижен вы правда понимаете что я сказала конечно отчетливо вы действительно клянетесь что своей честью профессионального прокурора да действительно клянусь тоже я думаю мы это установили чувствую как моя честь медленно угасает ладно кто-то еще тут должно быть по моему так вот например это бутыль нет не хочешь экзамена и так где был убийца разлитый и грейпфрутовый сок ладно с этим мы подождем только некрасиво стали спина к спине прям это бы отлично смотрелось в каком-нибудь боевике где двух сторон крут армии зомби они их отбивают привет слава привет привет слав здесь бутылки и стаканы а не такие бутылки и стаканы должны быть разбиты должны были быть разбиты во время турбуленции здесь довольно много разбитого стекла пожалуйста а ходите здесь осторожнее по моему это она нам должна говорить и не наоборот большое вам спасибо за беспокойство митрэджворд тем не менее неважно какой как вы со мной добры знаете что это нисколько не устраняет мое подозрение относительно вас если бы это был голливудские боевики можно было быть на сто процентов уверенными что они переспят я вас вовсе не затем предупреждал чтобы просто очистить свое имя вот так стоп дверь дверь это интересно через нее вполне мог кто-то убежать так и тенден дверь ведет в комнату посетителей но пожалуйста поймите что туда не пускают посторонних из этой комнаты отчетливо пахнет женским паркушимом кто-то бы сказал что этот парфюм отлично пахнет тем не менее для меня он просто пахнет не то чтобы меня интересовало то что за этой дверью это хватит уже часто разыгрывать прям я не знаю скромность там наверняка как раз убийца и сидит не так уж много мест куда он мог спрятаться может быть нам стоит вернуться к расследованию мистер Эджвард хотя с другой стороны следы то ведут в противоположную сторону мистер Эджвард мистер Эджвард простите я на секунду задумался а что ты о ней думаешь Серега про эту стюардессу которая нам ассистирует сейчас довольно милая девушка смотря на нервный фиг да блин очень неудобный пиксельхантинг стрелками о экзамен так стаканы и свечи упали из-за турбулентности турбулентности может быть есть какое-то другое слово для этого но давненько я не видел такого бардака мне очень стыдно но ни на секунду мне показалось что это землетрясение и я начала искать газовые вентили чтобы их перекрыть я думаю что тряска самолета достаточно ужасно чтобы принять землетрясение теперь когда я знаю теперь я понимаю учитывая что был бессознание больше времени так вообще наверно мы теперь можем сложить 2 и 2 то есть 2 этих самых 2 факта и получить из них что-то наверное наверно мы рискнем надеюсь я не ошибаюсь очень на это надеюсь попробуй ой нет он говорит что не видит здесь явного противоречия блин или вернее нет явной связи ладно я не помню сохранялся ли я до этого поэтому сохраню сейчас пусть я и потерял немного репутации так что мы еще здесь не смотрели в принципе этот рояль выглядит достаточно подозрительным может быть убийца спрятался в нем ой прощите пианино это пианино гордость данного самолета не прикинь самолет на котором целое пианино это уже не самолет это какой то гребаный дирижабль какой то мажорненький самолетик да тогда сколько пассажиров 10 влазить ну да их по моему не очень много было в первом классе он не может проигрывать музыку с фиди которую мы вставляем в фиди привод это не пианино это скорее музыкальная шкатулка переросток но тем не менее клавиши расстроены так что вряд ли кто то будет на нем играть по моему так некоторые люди тратят слишком много денег на дорогие игрушки так ладно кстати там по моему еще портрет наполеона или что то типа того на лестнице так значит никак не связано да туда убийца пошел из следы ладно хотя по моему очень даже связано потому что они довольно явно указывают справа так ладно сейчас может быть мы сможем пройти через эту решетку точнее посмотреть хотя бы на эту решетку для начала за этой решеткой находится полетный магазин но у нас нет разрешения открывать их так что я боюсь мы оставим их закрытыми в этой прихожей все еще должны быть улики я должен оставаться бдительным я должен оставаться бдительным так ну ладно наверное мы всего этого только на трупы еще повторно не смотрели так что давайте мы это сделаем на какие этажи ездит этот лист только на первый и второй но тем не менее он может спускаться и в грузовой отсек тем не менее для этого вам потребуется ключ-карточка экипажа значит доступны лишь то есть единственное доступное для пассажиров этажей это первый и второй а так тело жертв было найдено в лифте ездящим лишь на первый либо второй этаж я не буду отдыхать пока я не изучу каждую подозрительную деталь ну окей так это что за собачья ситуация тут так ладно я сейчас высоко поднял попробуем наверное что это за зловеще выглядящая фигурка на полу а нет стоп это не собака это это что-то типа львенка наверное или панды о это это изи бэнк так секунду это копилка наш корпоративный маскот мистер айфлай это лишь один из множеств из большой нет это лишь часть нашего мерсендайза который мы продаем в нашем полетном магазине копилка выпускается ограниченным тиражом и так популярно что мы распродаем все у вас есть полетный магазин чувак тебе об этом говорили пару минут назад возле решетки у тебя что это самое синдром мементо да ну хотя ладно мы не могли этого предвидеть что к ней мы подойдем раньше чем сюда он находится под нет он находится за прихожей вправо в данный момент вход туда закрыт но он был открыт весь полет до момента пока не нашли тело мистера кикса там кровь сможет ли это быть орудием убийства орудие убийства мистер айфлай кровь все еще свежая сможет ли это быть орудием убийства так что у него за клюк на пиджаке интересно что у него там висит чего то здесь не хватает если я просто укажу на это пальцем наверное именно к этой к этому крюку наверно и крепился его кошелек так что у нас здесь деньги рассыпаны по всему полу лифта наверное это все что было в кошельке мистера кикса в тот момент и 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 песня нет и нет здесь сейчас позомимо сделать или жеста давайте посмотрим на его затылке кросс может ли это быть причиной смерти похоже его ударили очень сильно травма от удара тупым предметом рана на затылке мистера фикса предполагает травму тупым предметом на что же ее вызвало даже его очки разбиты а вот это интересно если его ударили с спины как получилось у него разбили все очки учитывая что он явно не в лежачей позе сейчас так ладно про деньги мы ничего нового не скажем короче я так понимаю на какие бы банкноты мы не тыкали ответ будет один и тот же ладно а на этом это он тоже говорил значит на труп я скорее всего тоже уже тыкал о карман карман мы кажется не проверяли а из него вроде что-то торчит из его кармана надеюсь он бы не возражал если бы я на это посмотрел это фотографии похоже сделано в каком-то здании фото мистера хиггса улика фото мистера хиггса добавлено в органайзер так ну хорошо так я больше ничего не упустил так может быть его руки теперь а а и 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 на ли это с какими-то уликами которые у меня есть нет не это они чтоб он укажет на это ладно пардон надо передвинуть я думаю вот это связано я знал ведь видимо нет или либо если не настал момент это обнаружить ладно поразим всех чудесной логикой где был убийца так ли пролитый сок орудие убийства мистер ифли сломанные очки травма тупым предметом попробуем связать травму тупым предметом и то что орудие убийства мистер ифли и надеюсь что нас не оштрафует опять статуя покрытой кровью лежал рядом с мужчиной забитым до смерти он мистер эйзвард похоже я кое-что поняла да и что же это учитывая как на этом кровь похоже что она совпадает с ранами у него на голове что ж похоже мы нашли обладателя титула капитан очевидность так что вы думаете мистер эйзвард думаете это заслуживает расследования похоже это фигурка наше орудие убийства а я только что я просто это знала я имею ввиду я не могла подумать никакой другой связи может быть это более подходящие наоборот может быть я погорячился назвать ее так может быть и не хочется резко лезть его включать чтобы не было слишком уж много резких этих самых взглядов за экран не удастся их изгнать видимо так копилка мистер айфлай тип улика обнаружено внутри лифта данные о копилке мистер айфлай были занесены в органайзер так ой блин ладно я был убийца например в лифте поиграем еще немного в капитана очевидность действительно никого кроме меня не было в гостиной во время турбулентности но если убийца был в лифте вместе с жертвой это другая история в лифте вместе с фиксом разбитые очки разлитый грейпфрутовый сок так ладно все таки кучу сделаю по-быстрому сейчас так хорошо все работает отлично может быть это связано очень надеюсь туда я понял простите но я не понимаю мистер я могу доказать что кто-то помимо меня был здесь во время убийства что правда да это достаточно просто на самом деле доказательства в пудинге ну или вернее в грейпфрутовом соке в нашем случае эти следы убедили меня в этом самом факте что кто-то вышел из лифта живым учитывая что жертва мертва это означает второго человека но разве они не могут принадлежать мистеру хиксу если вы посмотрите на туфли жертвы вы увидите что они не совпадают что означает мистер хикс был не один в лифте на самом деле все было совсем наоборот был кто-то другой помимо него там следы грейпфрутовом соке следы в грейпфрутовом соке добавлены вы занесены в органайзер так отлично кое-что мы узнали продолжим значит наше расследование сохраняемся итак что же висело у него на его изумительном крюке итак а а и 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 я здесь все смотрел или нет вот что меня беспокоит так заглянем к мы еще разок органайзер так профилем жертвы сидел в первом классе как я рода тенейра 24 женщина а стоп я до этого сказал для посетителей нет нет для бортпроводников там комната была за синей дверью так значит в общем бортпроводница заботящиеся пассажиров первого класса зим клабланк возраст 62 мужчина из европейской республики баргинии говорит что является богатым продавцом искусств озабочен временем так ладно что-то тут должно противоречить великим брендом или не должно а все до меня дошло кажется что находки указано что у него там должно быть машина мистера хикса не найдено нигде то есть да у него там висел мобильник на этой фигне его машина его мобильный телефон мистер наверно то есть раз ее нет здесь а его нет здесь я думаю мы можем смело предположить что ее забрал его забрал убийца пропавший мобильный телефон информация обнаруженная в лифте пропавшие данные в пропавшем мобильном телефоне занесены в органайзер расследование завершено отлично и мне восстановили мою репутацию что здесь происходит непростительно это непростительно вы понимаете что я говорю вы понимаете что я говорю фильм опоздал это так же плохо как если бы самолет опоздал но фильм что я с вами больше не разговариваю вы просто тратите мое время что случилось мистер лоблан если нет никакой чрезвычайной ситуации пожалуйста вернитесь на свое сиденье не говорите мне что делать я нуждаюсь не в том чтобы сидеть но мистер прокурор вы уже доказали свою невиновность если вы не против я докажу мою невиновность вам прямо сейчас что нонсенс так и опять же сохранился вообще в играх где можно сохраняться в любой момент лучше сохраняться почаще это потом избавит от множества неприятных ситуаций тем более что тут в отличие от хоббита на playstation 2 все довольно быстро происходит в плане сохранения вы утверждаете что мои свидетельства очевидно что мои свидетельства очевидно ошибочные просто немного сомнительные я был бы очень признателен если бы вы могли пожалуйста сказать мне что вы видели в деталях еще раз хорошо наслаждайтесь все таки это забавно вот это вот как это я не знаю этот эффект с наезжающими друг на друга глазами который раньше происходил во время перекрестных допросов между адвокатами и прокурорами теперь происходит между прокурором и всякими рандомными придурками ну хотя ладно в предыдущем деле это тоже был прокурор что я видел показания я убежден что я видел как мистер Хикс входил в лифт это происходило когда стрелки в моих карманных часов показали 6 и 12 тело было найдено 15 минутами позже в гостиной в гостиной да так что вы были единственным человеком в тот момент который находился здесь заключение мистера лабланка звучат логично в конце концов единственным кто был в прихожей во время убийства был я то есть в гостиной во время убийства вот мои свидетельские показания если вы думаете что вы их можете разрушить тогда пожалуйста давайте посмотрим потрапливайтесь я похож на человека который у которого есть время ждать почему он зол это меня тут пытаются обвинить в убийстве тем не менее я должен найти способ размещать его показания каким то образом и быстро подождите мистер лабланк вы не могли бы внимательно посмотреть в лифт в этот раз конечно я видел что там внутри и вы уверены что жертва была в лифте одна да единственный кто был внутри это этот мистер фикс последнее заявление немножко слишком серьезно чтобы его упускать так наверное именно здесь мы уже можем развенчать тут кстати важный для сюжета момент музыка замедляется сама по всей видимости что конечно прикольно но немного настораживает потому что будет кое какие воспоминания ладно так я полагаю мы уже можем это оспорить потому что у нас есть доказательства протестую мистер лабланк что такое в ваших показаниях явное противоречие нет зияющее противоречие даже что вы имеете ввиду пожалуйста посмотрите на местность вот на место на место прилегающие к лифту там развит грейпфутовый сок да и что вы утверждаете что смешали его с кровью нет вы утверждаете что смешали его с кровью а то есть что вы его разлили вместе с кровью нет он сам себя разлил во время турбулентности ну интересно то что в грейпфрутовом соке остались следы следы да те что ведут из внутренней части лифта в гостиную это доказательство того что кто то другой помимо мистера кикса входил в лифт а тут выходил из лифта живым ооо в лифте с мистером киксом был другой человек ну что ж с меня хватит игр почему бы вам не сказать на правду вы не могли бы пожалуйста перевести это для нас ни за что это совершенно невозможно по моему он так сказал даже не знаю что сказать на эту картину ни за что это совершенно невозможно я знаю что там не было никого другого внутри я это видел своими собственными глазами сейчас хотите знать что я думаю мистер Эльзвард не думаю что мистер Лаблан к нам врёт наверное она права не похоже чтобы он врал а он между двумя этажами перемещается только то есть между этим и тем откуда жертва входила но если у вас есть ключ карточка персонала он может спускаться еще и в грузовой отсек так что все не так однозначно остается вероятность что как то оттуда попали но что же это значит что насчет этого противоречия мистер Лаблан к пожалуйста еще раз вы можете вспомнить детали того что вы видели для меня что я видел часть вторая я был очень расстроен когда мистер Хиггс прошел мимо моего сидения я всегда проверяю время снова и снова я проследил за ним когда он проходил мимо и я отчетливо видел лифт в который он входил но я клянусь там никого не было внутри никого мистер Лаблан к если вы пожалуйста успокоитесь что вы смеете возражать против моих показаний очевидца вот так а нет совсем нет пожалуйста забудьте что я сказал и снова не похоже чтобы он лгал но я не могу позволить чтобы эти показания считались правдой так вы все еще расстроены я всегда расстроен единственный раз когда я не расстроен это когда у меня в руках произведение искусства довольно легко в это поверить но я был еще более расстроен когда мистер Хиггс прошел мимо меня почему вас так беспокоит время потому что что-то непростительное произошло думаю об этом вы постоянно орали о непростительном раньше я жаловался бортпроводнице на время начала фильма вернемся к моему времени а вернись ко мне мое время в деньгах вы меня поняли фильм он имел ввиду о том который о том который указан в брошюре слайда описание сюжета и время начала интересно они собирались показать лицензию на любовь смех увечья и убийства я не могу я не могу посмотреть этот фильм в своей стране его можно смотреть лишь в международных полетах я с нетерпением ждал этого фильма я проверял время на своих карманных часах чтобы не пропустить его я даже завел их на время начала когда зашел на борт так что мои часы не могут ошибаться они совпадают да у него тоже нервный пик с графиком но тем не менее фильм опоздал очень-очень сильно опоздал подождите ваши карманные часы я бы хотел вас о них немного больше спросить если это нормально фильм который я хотел не начинает не начался фильм который я хотел не начался так что я проверил проверял свои карманные часы много раз подождите этот фильм который вы упоминали именно о нем указано в этой брошюре да я так сильно ждал лицензию на любовь, смех увечья и убийства мистер Нейра этот фильм показывали в полете? да он был показан в назначенное время возможно ли что вы его нечаянно пропустили? нонсенс вы во мне сомневаетесь? нет пожалуйста перестаньте указывать на меня так странно как он мог пропустить фильм который так отчаянно хотел увидеть? я проверял карманные часы я проверял карманные часы огромное количество раз так много что я не могу быть уверен вернее что ну да так много что я сбился со счета короче что то с часами не так это уже понятно мои часы установлены на время прибытия я всегда их завожу когда вхожу на борт самолета подождите уверен в том что вы только что сказали мистер Лобланк? да конечно я очень занятой человек я немедленно займусь делами когда мы приземлимся у меня много мест куда надо пойти и нет времени регулировать мои карманные часы я вижу вы сделали очень важное заявление смесь сколько хочешь но ты не приблизишься и на 1% хорошо я прошу чтобы вы добавили это в показания да привет Андрюха привет Андрей привет смс так учитывая что вы его случайно увидели возможно ли что вы каким то образом упустили его из виду подождите даже если я увидел его и случайно я ничего не упустил и как то вы можете быть таким уверенным просто потому что я бы не хотел чтобы вы подвергали мою нет ставили мою жизнь на кон просто потому что хм что ж значит я просто пошутил я видел не страхи икса верно подождите возможно ли что кто то прятался внутри что вы смеете меня оскорблять я верю в свое зрение когда я смотрю на искусство чтобы его продавать я обычно говорю что у меня отличное видение на искусство так извиняюсь мне придется отойти ненадолго так извиняюсь мне придется отойти пока остановим чтобы не быть не до до